Девушки отдыхают 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 и вы в проблемах, рядом нету никого, кто бы вас поддержал, и вы обращаетесь к Божьему Слову, и дьявол засыпает вас сомнениями, невериями, атакует вас Библия неправильная, Библия неверная, там куча ошибок, недостоверно, искорженно, неправильные переводы, куча ошибок и так далее, и тому подобное. Что бы вы ответили сами себе? Что бы вы ответили сами себе? Как бы вы боролись? А то дядь не осозна, не искушай Господа Бога твоего. Или что бы вы сказали? Следующий момент. Если такой к вам неверующий человек, любящий истину, который говорит, я знаю, есть много хороших книг, я знаю, что Библия – это не сегодня хорошая книга, но почему ты переведешь? Почему мне стоит переведеть Библию? Вот дай мне какой-то несубъективный аргумент личный для тебя, а дай мне объективный аргумент, который бы я сам бы мог попробовать. Поймайте, когда мы отвечаем сами себе, почему доверяю Библию, чаще всего мы будем иметь подход субъективным. Субъективный – это личностный. Когда мы будем говорить с человеком, который сомневается, или ищет истины, или не верующий человек, обычно мы будем пользоваться таким объективным подходом, или доступным не просто личностным, а доступным для любого человека. Объективный, что может проверить любой. Субъективное мнение – это твое мнение. Это твой experience. Ты имеешь право на свое мнение. И для тебя твое мнение, и твои аргументы, они очень важны. Но для меня – I am not you. То, что для тебя важно, для меня может быть неважно. Твои чувства – it's good, но это твои. Твое умозаключение – неплохо, но это твое. А как мне проверить, на самом деле, чтобы это стало моим? Вот это тот объективный подход. Итак, можно сказать, что у вас два вопроса. Как вы ответите сами себе? Почему вы доверяете Библию? И как вы ответите и верующему, и сомневающему, ищущему человеку, или искушающему вас? А, почему вы доверяете Библию? Окей, пять минут. Спасибо, Бабы. Напишите, что мне. Не пишите эсэй, не пишите книгу, просто там, двух словах, одно слово. Математика, физика, химия, там, папа, мама, дедушка, бабушка, пастор, церковь. Что-нибудь напишите, что-нибудь. Пока не пишите, вы знаете, что Библия – это очень атакуемая дьяволом и людьми. Она считается самой атакуемой, самой критикуемой, самая ненавидимая книга во всем мире. Слово Божие или Слова людей? Слово Божие или Слова людей? Или Слова Божие или Слова людей? Мы понимаем, что в Библии есть Божье Слово, мы говорим, Библия – Божье Слово, но здесь есть слова людей. Здесь не только слова людей, здесь есть слова ангелов. Здесь не только ангелов, слова безумца, здесь даже есть. Есть слова демонов, есть слова дьявола, есть. можно на закожем слову есть здесь есть слова дьявола слова ангелов слова тема слова это слово очень не прочитать что библия это миф легенда мифы и легенда то есть исторически не достоверно даже в основном считается что явление в этом нет археологических доказательств а царя давида вообще никогда не было вы там говорите за давида за давида его вообще не было никогда то есть оспаривается историческое достоверность библии салий библия достоверная или только часть например а ну я верю библии но то что мог творил шесть дней и сказал просто словом все появилось это невозможно один у нас был такой желающий премьерное крещение сказал я верю в иисуса я верю но я не верю что бог сотворил я верю что эволюция все то есть он верю лишь новый совет я верю да иисус вы умер воскрес да вот а бытие полто не может творение не может то есть есть люди которые выбирают частично что-то вот это вот этому стоит верить критический подход вот это да а вот это как можно верить вот так не моисея моисея пишет о своей смерти пошел в асси и умер ну как он мог написать ну как она можно писать в авторозаконе описать свою смерть и написать дерево и и что его искали по нему еще и плакали потом после своей смерти писали 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 стиль разный стиль разный не прописали поэтому и был из айтины и целых 5 сайта ни один из айта поиски сайта и сайта долг стоило ранее сайта после шестой главы там средний сайт постарел и это совсем другой сайт критиков очень много особенно критикуются какие-то части библии и все следующее как может библия после многочисленных переводов сотен лет вы действительно точно ведь некоторых есть представление что допустим особенно сейчас что библия переводится например по словам все новые переводы вот переводится с английского языка и английские языка тоже не язык как у слова и язык моисея до а допустим не прищайшу руки моисей гавалил на иврите да дед везет был написан атомейский влите потом герни на греческий потом с греческого перевели на латинский а потом с латинского перевели на древний английский с древнего английского и и современный английский, а потом современного английского перевели на русский язык. И вы этому доверяете? Послушайте наших переводчиков, и можно доверять? А если они переводят друг друга во все стороны и так далее? А тут смотрите, еврейский, потом греческий, потом латинский, потом древнеанглийский, саксонский, потом английский, потом современный английский, потом русский, сколько переводов? Неужели нет ошибок? Следующее. Ну, чем отличие Библии от Корана? Потому что любой мусульманин скажет, что Коран более настоятельный. Коран Богом данный. А в Библии искажение. Мормон скажет, что Библия, да, это хорошо, но Book of Mormons much better. Вы должны верить, Book of Mormons more than the Bible. Это скажет любой мормон. Он скажет, что да, Библия, Божье слово, и да, и книга Бормонов, но книга Бормонов выше. И почему, почему Библия, и чем она отличается, и почему ее статус? Критика очень сильная. Библия атакуется со всех сторон. И Девинчи, Кот, Феден Браун, хотя там в основном атакуется Божественность Иисуса, но также сам атакуется именно самодостыгованность Библии. Очень сильная. Девинчи Кот. Вот одна такая взятая фраза из его книги. Библия – продукт человека, а не Бога. Она развелась через бесчисленные переводы, дополнения, исправления, пересмотры. История никогда не была точной версии книги. И кроме этого, Дэн Брауна есть последние такие атаки намного сильнее, чем Дэн Браун. Девинчи Кот – это Берт Эрман, «Мисс Порий Джисус» или «Интераптед Джисус». Книги очень сильно атакуют достоверное Священное Писание, особенно Новый Завет. Причем этот человек, Дэн Браун – это преподаватель семинарии, семинарии для вас, а был ведущий специалист Нового Завета, основного Веческого Текста Нового Завета. Если взять тексты Священного Писания, которые говорят, что Библия говорит о Библии, кроме этого текста, назовите меня, что Библия говорит о Библии. Любой текст Священного Писания, который бы говорил о Библии. Вот смотри, вот мужчина говорит, Священное Писание написано, какanten Павел говорит, что всё Писание Богу Muchる evento. То есть,ATION Павел, «ностанец Тимофея» пишет, что всё Писание Богунознатrov injuries. Писание написано о Писании. То есть, этот стих, который в Новом Завете, в котором писают, даёт написание или даёт информацию о Священном Писании, всё Писание Богу會my дажеL процит. Назовите любой стих Священное Писание, которое говорит о Священном Писании. Иисус Христос говорит, что исследуйте Писание, ибо через день вы ищите, а вы думаете, что гречные, а оно, а не свинитесь ко мне, Матвей, 7 глава. Исследуйте Писание. То есть само Писание, записанные слова Иисуса, побуждает нас исследовать Писание. Что еще? Иисус открыл это Писание, читал, сказал, что ныне это сбылось. Я? Ныне исполнилось слово, слышанное вами. Окей. Что в Библии сказано в Библии? Можно так сказать. Кто-нибудь что-то помнит, когда-то учили, говорит, что-то с 118-го апсалла? Слово Божие, живое и действенное, острее меча бью до острова. Такое есть место Писания, да? Слово Твое слаще меда, и капель сока. Я радуюсь богатства, и Слово Твое, как получивший вид и действенное, оно драгоценнее множество золота, и множество золота чистого, и так далее. То есть когда провозглашается Писание, допустим, блажен муж, который в законе Господа пребывает, и будет он как дерево. Но этот текст, он отличительный от других. Почему? Потому что этот текст говорит происхождение Писания, значимость Писания, авторитет Писания, действие Писания. В этом стихе происхождение, природа, действие, значимость, авторитет. В этом стихе все Писание Богных Наверных. Вот это слово God we или God's inspired, это слово Бога вдохновенно, уже говорит о природе Писания, о натуре Писания, о origin of scripture или происхождении Писания, оно не в человеке, а в Боге, оно вдохновлено Богом. Следующее, авторитет Писания дается, потому что оно Бога вдохновенно, и выражение Бога вдохновенно дает нам информацию о происхождении, о природе Писания, о авторитете Писания, потому что оно Бога вдохновенно, и Бога вдохновенность дает авторитет, дает происхождение, дает природу. Но это полезно для научения, облегчения и исправления администрации в правильности. Это будет совершенно неожиданно. Человек в своем добром теле будет приготовленным. Этот стих нужно знать наизусть. Но в «The Sunday School», «Pray School» обычно мы сокращаем золотые стихи, и мы делаем только три слова. Только три слова. Все в Писании по-группу. Если вы эти keywords не напишите на тесте, то выбравайте. Хорошо. Все в Писании по-группу. Это keywords. Именно в библиологии это основной текст. И весь курс библиологии крутится вокруг этого текста. Что значит по-группу, что значит произведение? Поп-группу, это что? Это греческий текст, русский текст, какой мануске по-группу, они разнятся. Переводы, был в год 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 Так не только. Всё в Писании, которое Богдавновенно, полезно. Вы слышите опасность на звук? Всё в Писании, которое Богдавновенно, оно полезно. И теперь ты сам решаешь, какое Писание Богдавновенно? И ты сам имеешь право выбрать, это не нравится, это будет духовенна, а это не сильно будет духовенна. Все писание, которое будет духовенна, полезно. Понимаете, просто одно слово, казнить нельзя помиловать, казнить нельзя помиловать. Даже ударение может менять смысл. И когда смотрим, а я особенно забываю, новые переводы оцениваю, это один из текстов, которые у некоторых современных переводов, именно вот это зерно закидывается. Все писание, которое будет полезно. Ну есть писание, в смысле, оно не говорится, оно не звучит. Что есть писание, не будет духовенна, оно не звучит. Но оно где-то, такой, background, где-то есть такая, в смысле. Итак, lesson number one. Почему мы доверяем Библии один из вопросов? Библия сама за себя говорит. Там есть blank, можно запомнить. Библия сама называет себя, или ее вызов, claims, она заявляет о себе. Библия сама заявляет о себе. Почему мы говорим вопрос, что Библия говорит о Библии? Что человек сам говорит о себе? Это очень важно. Важно, что о человеке говорят люди. Но еще важно послушать, а что у нас все говорит? Он скромный, не скромный. Кто он? А вот, что он о себе говорит? Вы помните, к Иоанну пришли и спрашивали, что ты скажешь о себе? Что ты скажешь о себе? И вот, что Библия говорит о себе? Она сама называет себя, называет себя Божьим словом. Все писание будет. Верно. То есть, в Библии, вверх и Новый Завет, встречается около четырех тысяч раз, сказал Господь. Так говорит Господь. Во уши мне сказал Господь, и было ко мне слово от Господа, и сказал внутри меня Господь, и слышал я голос Господа, говорящий мне. Вы понимаете, да? Сказал Господь, сказал Господь, сказал Господь, сказал Господь, сказал Господь. Особенно, может, мы не замечаем, но книга про Иеремию, сказал Господь, сказал Господь, сказал Господь. Больше всего встречается это выражение, «Так говорит Господь». Не так говорит пророк Иеремия, не так говорит первосвящение, не так сказал Моисей, а так сказал Бог. Не говорит пророк Исаия, послушайте, пророк Исаия говорит, но в этом книге выражение «Так говорит Господь». Исаия, пророк Моисей и Иеремия, он как труба, он переведет в Божье Слово, и то, что записано, записано Божье Слово, Сказал Господь, сказал Господь, сказал Господь. Давайте мы вместе сделаем задание. Листаем Аггерия. Аггерия. Откроем. Малые пророки. Давайте посмотрим на этого малого пророка и что он говорит. Аггерия. Аггерия. Сафон и Аггерия. У нас мало времени, чтобы сделать вам, даже прочитать, тут немного, да? Тут всего лишь две глупы, чтобы вам все прочитать. Ну, давайте, откройте, пожалуйста. Можете подчеркнуть, можете точку поставить, можете даже стих определиться. Первая глава, первый стих. Было Слово Господне через Аггерия пророка к заварию. Было что? Слово Господне. Второй стих. Так сказал Господь Савол. Третий стих. И было Слово Господне через Аггерия пророка. Пятый стих. Ныне так говорит Господь Савол. Седьмой стих. Так говорит Господь Савол. Восьмой стих. Говорит Господь. Девятый стих. Говорит Господь Савод. Двенадцатый стих. И послушался Зараварю и весь прочий народ Глаза Господа Бога своего И слов Агея Пророка, как посланное Господом Богом имя. И народ убоялся Господа. Тринадцатый стих. Тогда Агея, весь не Господень, послан Господа, сказал народу, я с вами, говорит Господь. Одна глава. Сколько выражений, говорит Господь? Много. Вторая глава. Первый стих. Было слово Господне через Агея. Четвертый стих. Ободрись весь народ земли, говорит Господь. Ибо я с вами, говорит Господь Савод. Говорит Господь, говорит Господь Савод. Это четвертый стих. Шестой стих. Ибо так говорит Господь Савод. Седьмой стих. Говорит Господь Солову. Восьмой стих. Говорит Господь Солову. Девятый стих. Говорит Господь Солову. И еще раз. Говорит Господь Солову. Десятый стих. Было Слово Господне через Агерия. Так говорит Господь Солову. 14 стих, говорит Господь, 20 стих, 17 стих, говорит Господь, 20 стих, было Слово Господне Агерию вторично. Заметьте, 23 стих, сколько раз здесь в 27 стихе повторяется говорит Господь? Агерия, 2 глава, 23 стих. Посчитайте и напишите цикл. Всего лишь каждые 3-4 стиха повторяется говорит Господь, говорит Господь, говорит Господь. Было Слово Господне Агерию. То есть практически на каждой странице Ливии есть выражение говорит Господь, говорит Господь, говорит Господь, говорит Господь. То есть сама за себя книга говорит, что она собой представляет? В этой книге говорит Господь. Эта книга передает Божье Слово, Божье Откровение, Слово Господне. Писали пророки, будучи движены Духом Святым, и это они писали не свои слова, слова передавали Божьи слова, да, говорит Господь. Само заявление, или клей, очень высокий. Эта книга сама говорит за себя, что она есть Божье Слово. Не просто люди голосовали, не мы решили, не евреи решили. Мы будем признавать ее Божественной книгой. Она сама за себя говорит, она сама за себя говорит. И вот это вот клей, и очень высокий. Не просто это мудрость мудрых людей, не просто это знание разумных людей, это Божье Слово. Так говорит Господь. Окей, да, сейс, готово. Можно сказать, что да, это не сильный аргумент. Иисус и апостолы цитировали какие-то битвы и как достоверные. Или там в следующий аргумент говорили, что Церковь Божья признавала всегда. В чем суть? В чем суть? Когда Иисус был на земле, он приходил в синагогу, брал священное писание и читал. Вот то, что Виталий сказал, что ныне исполнилось писание и слышимостью. Вот ему дали книгу пророка Исаии, свиток, да? Ну, свиток пророка Исаии, так где-то 10 метров. Где-то так, like this. Длина такая, да? И это книга пророка Исаии. Эти книжки тоже один свиток. Очень видно. Вы понимаете, что там не было листов. Книгу, когда мы говорим книгу, на самом деле в Верхнем Завете и в Новом Завете всегда тут развивается свиток. Свиток. Не книга в электронном формате, да? Чудео файл. Да. Это свиток. И вот Христос открыл и нашел книга пророка Исаии, 62-я глава, то есть в самый корнец свитка. Дух Господа Бога на мне. Он помазал меня. Но знаете, что в Синагоге каждую субботу читается определенный текст. Христос пришел в нужное время, в правильное время, в правильную Синагогу и ему дали то, что надо на книгу. Христос открыл и говорит. Ах, здесь ошибка, здесь ошибка. Вот здесь переписчик ошибся. А здесь тоже, вот смотрите, вот здесь тоже в оригинале не так сказано было. И здесь ошибка, и вот здесь ошибка, и здесь ошибка, и тут ошибка, и вот тут ошибка. Правильно? Иисус когда-то сказал, что Писание ошибается. Иисус когда-то намекнул, Он сказал, небо и земля пройдут. Чертай его, то сухоно не пройдет. Итак, есть ли для нас авторитет Иисус? Есть ли для нас авторитет Иисус? То мы должны очень внимательно послушать, что Иисус говорит о Священном Писании. Что апостолы говорят о Священном Писании. Некоторые считают, что во время Иисуса уже Верхний Завет был очень искаженный, очень полон ошибок. И если бы Он был бы, Иисус бы об этом сказал. Однозначно. Итак, Христос и апостолы всегда цитировали книги Священном Писании и как достоверные. Например, небо и земля пройдут, и там весь 5-й, 8-й, 8-й, 7-й, но слова не пройдут. Ни черта, ни ото не пройдет исполнится. Матфея 2-я глава, там написано, что пришли саддукеи и говорят, нет воскресенья, нет ангелов, нет жизни вечной. Шелокумирадар, такие религиозные атеисты были. Саддукеи это были первосвященники. Это самая верхушка священства была, которая была, по сути дела, ну, чисто религия, даже какая-то философия была. Они не верили ни в воскресенье, ни в ангелов. Они не верили в Ветхий Завет, они не верили в пророках. Они верили только перед них в Моисея, Тор и все. И вот они говорят, она была жена, и он умер, но у него оказался второй брат. А по закону Израиля, если брат не женатый, он должен жениться на жене брата своего. Это закон восстановления семени. Второй женился, но и он. А у него третий брат, третий женился. Там четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. И вопрос, в воскресенье кого жена будет женой? То есть представление саддукеев, это семьи, это дети, это жены, это такая семейная жизнь, вот как на земле, на один, на один. И Христос цитирует им из книги, исход, слова, которые сказал Господь Моисей. Иисус говорит, что Бог не есть Бог мертвый, но Бог живет. И у Бога все живы. Вот слиплоинт. Тогда Бог говорил в Терном пусте Моисею, Авраам, Исаака, Якова уже давно не было. Уже давно не было. И Бог не сказал, я был Бог Авраама, я был Бог Исаака, и я был Бог Якова. Бог сказал, not I was, but I am. Бог не есть Бог мертвый. Он сейчас себя называет Богом Авраама, Богом мертвого человека, которого уже не существует, который уже испарился, и уже нет, превратился в ничто, исчезл в никуда. И Бог называет себя таким Богом. Но Бог не есть Бог мертвых, не существующих. Бог есть Бог живых. Следующий аргумент такой очень интересный. Это аргумент Павла в Меладо. Опять же, возвращаясь к закону, написано, что Бог сказал Аврааму, всеми поем благословляться, все племя на земле. И в русском языке это не заметно, в английском заметно, и в еврейском заметно. Seed or seeds. И апостол Павел делает ударение. Look at that expression. Посмотрите на это слово. Not seeds, but seed. И он делает целое откровение, что Бог не говорил о семени в множественном числе, как о всех евреях, что во всех евреях все будут благословенны. Но все народы будут благословены в одном евреи. Это в имя, это еврея, имя Иисуса. Ибо в семье, и как в единственном числе, именно во Христе благословлятся всех племен на земле. То есть апостол Павел говорит, что множественное и единственное число имеет значение. Время глагола. Past, present, future. Иметь глагол. Это не просто кто-то дописал, кто-то ошибся, кто-то добавил букву, кто-то убавил. Схемер, сейс. That's... So easy to make a mistake. Record mistake. No? А Иисус говорит здесь, что Он верит в грамматику Священного Писания. Абсолютно Он верит в грамматику Священного Писания. Во времена множественное и единственное число, в черту и йоту ничто не пройдет, все исполнится. То есть Христос и апостолы. История и археология подтверждает истинность Священного Писания. То есть, другими словами, можно сказать, что археология и история не смогла и невозможно исторически или археологически опровергнуть ни одно событие, описываемое в Библии. Ни одну личность, описываемую в Библии. Ни одну. Если, допустим, нет археологических данных, что... что евреи были в Египте, то есть в египетских хрониках нет выражения, что евреи там их казнили казнями, потом подопили все их войско в черном море. Если это нет в египетских хрониках, это не значит, что этого события не было. Если нет археологического подтверждения пребывания евреев в правстве в Египте, это не значит, что этого события нет. Например, если археологическое подтверждение, что у македонского был конь Буцепау, нашли его гости, а проверим точно, что он в нем сидел на Бинонске. Почему вы всегда рисуете на коне? Это что, подтверждение есть такое? Археологическое? Ну, а у... Нет, конечно же, костей высыпало не нашли. Или же ледовая побои еще до сих пор спорят. А ну, было ли не было, или это русские, придумали. Потому что там копает, копает эта чудная Ладожская улица Радисепауя, нашли ничего. Но все верят, что этот самый Александр Невский побил прессоросцев. Почему? У меня никакого подтверждения. Куликовская битва была или не была? А, нету никаких археологических данных. Но попробуйте поспорить, что в Куликовской битве не было. То есть, есть то, что можно опровергнуть, есть то, что можно подтвердить. Так вот, археология не опровергает ни одного грейского события. Здесь я привел вам несколько веб-сайтов. Вот это израильский антимирис, израильский веб-сайт, который каждую неделю делает орбейцу. Каждую неделю. Даже иногда бывает каждый день. Что-то в Израиле находят. Самый больший раскопок не в Пакистане, не в Афганистане, не в России, не в Киеве, не в Москве, не в Вашингтоне. В Израиле. Самый больший археологический находок, раскопок Израиль, Иордания, Сирия. Это места, библейские места. Именно там находят больше всего. Не в Африке, не в ЮА, не в Кении, не в Кабодже. А Кабайки именно там. Почему? Древний мир там. Описание древнего мира или подтверждения, или опровержения еврейских событий и над Израилем. Библей археологии это без мегазин, Аркати, там есть, знаете, в весь христианский канал, который, по-моему, в год выходит раз в три месяца. То есть, первый апсайт, это чисто еврейский, а второй, это и израильский, и христианский апсайт. Мы очень быстро пойдем и сейчас помолимся, пойдем на перерыв. Допустим, раскопали синагогу, древняя карта мира, Израиля, она была очень важная находка, потому что города в Израиле стирались, разрушались, переносились, переименовывались с арабского на персидский, с персидского на греческий, греческого и на латынский, с латынского на арабский, потом на турецкий, потом на опять на какой-то язык, и халдейский и так далее. Некоторые города в Израиле до сих пор под знаком вопроса. Вот эта мозаика, которая была найдена на византийской церкви и там древняя синагога, помогла определить множество точек городов, которые описаны в Библии. Например, есть некоторые города до сих пор неизвестны. Если вы побудете в Иерусалине и вы просите повезти вас на Белгофу, вас поведут. Но на какую? На Викторию. Если вы просите гроб Господь, вас спросят православные, католические, катестантские. Вам куда? Дешевле, дороже, очень дорогой. По карману вам что? Куда? Если вы спросите, я хочу попасть в Виллаус, я хочу пройти дорогу Виллаус, они скажут, до сих пор не знаем, где мы. До сих пор, где-то был. Ну, не знаем, где. То есть, есть некоторые города, которые под до сих пор не могут найти. Потому что переименовывалось, разрушалось, выселялось. Это тысячелетия, которых именно вот эта карта в этой синагобина было бы, значение там имело. Эбла, таблички Ябла в Сирии нашли целую древнюю библиотеку. В чем ее важность? Потому что эта библиотека подтверждает, что за 500 лет, за 600 лет до Моисея уже была письменность. Потому что советские атеисты критики Библии говорили, что Моисей не имел письменности. Моисей не мог писать. Он не знал, не умел писать. И даже в Египте в Моисей не было письменности. Что интересно, что 2600 год до Рождества Христова датируются эти Эбла, Таблот, венины таблички. Но не только потому что нашли, потому что там есть описание Содома, Гаморы, Адны, Силарима и Сихора. Вот этих пять городов, которые были приговорены Богу, Богом на сожжение из-за греха. Такой, hard question. какой город из этих не был сожжен огнем? Из пяти. Солом, Адмора, Адна, Силарим, Силарим. Какой из них? Силарим. 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 Есть единственное, что упоминание в египетских хрониках, упоминание о Израиле, первое упоминание в Израиле Ханаане. Здесь говорится, что народ евреи, израильтяне населяют Ханаан. И это где-то уже 200 лет после исхода из Египта. Это первое упоминание о Израиле не еврейских артеологических доступных граммах. Работим за рабство Египта. Это мы доверяем сами. Малвийский камень. Вот надпись Дендео, Дендео, Эксприкшен, Сан-Насар, готовность селитра, селитра, Синахерима. Вабилонских хроники письмола Хиса. Вот на этом остановимся. Их множество. Их множество. Цилиндр Кира это глиняный такой цилиндр, который списан на все 360. И в нем дословно воспроизводится указ Кира Царь Ахира о восстановлении Иерусалима. И это не библейское подтверждение библейского просто Царь Ахира, а указа о возвращении и построении храма Иерусалима. Ау, Раузей, археолог, он очень не полюбил Луку, но он решил, что он опроверген Иерусалку. Он посвятил 15 лет своей жизни, даже больше, исследуя каждый город, каждое имя, которое упоминает Лука в Евангии и День Иерусалима. Если Лука говорит, что вышли из Листры и на следующий день пришли в Иконию, этот археолог проверил, если это так, можно же из Листры прийти в Иконию за один день? А была ли такая Листры? А где она находилась? А был ли такой город Икония? Окей. А был ли такой раз Казнохранилищ? Можно ли найти его имя? он не был Казнохранилищ? Написано, что был проконсул, а действительно ли он был проконсулом или консулов? Там написано, что был титрахом, а был титрахом или генералом? Он каждую деталь пытался проверить в Англии столки. Каждую деталь. И что написал, что 15 исследования, 32 страны его исследований, он объехал эти 9 островов, 52 города, сотни имен он все проверил. И его слова Лука историк первого ранга, он не разве жизни. Говорит, не может, историку можно доверять? Кстати, стал христианином. И очень много подтверждений он нашел. Множество находок, множество находок, которые находят подтверждения событий археологи. Кабернаум, это могила храница Каяфы, упоминание о Боте Пилата. Не было в римских хрониках упоминания о Боте Пилата. Только об этом пишут Евангелие, евангелисты и Джосифас, Йосифави. Но есть археологические подтверждения Пилата. Но это храница Якова, брата Иисуса. Подтверждает археология, подтверждает Библию. Хорошо. Это археология, один из самых мощнейших, я же сказал, это исполнение пророчеств. Пророчество. Библия это книга пророчеств. Библия полна пророчеств. Приблизительно, приблизительно, очень округленно. Две с половиной тысяч пророчеств библейских. И около двух тысяч исполненных пророчеств. Причем библейские пророчества это не просто подтверждает подтверждение археологии, это то, что говорится о будущем, причем в деталях. И текст, это записанный, текст, священно-описание, пророчество, исполнение, которого было намного столетий позже, записанного текста, священно-описание. Например, видение Данипила. Даниил видел истукана и пророчествовал за греческого царя, за медаперсидского царя, за четвертое царство, римское царство. И когда он еще не знал ни кто такой медаперсия, он не знал кто Александр Македонский и так далее, что он козел, а не баран, а не обин. И он все описывает в пророчествах пророка Даниил. То есть это не то, что произошло событие, а потом описание было. Но произошло пророчество, а спустя десятилетия или даже столетия происходит исполнение. То есть здесь не просто археологическое подтверждение, это подтверждение Бога вдохновенности. Только Бог говорит о будущем. Не потому, что это историки, о Библии написали хорошие истории, как Лука, он исторически все точно исследовал, написал все правильно. Здесь не говорится об исследовании, здесь говорится о будущем. И тут исторического фактора очень мало, или там какого-то образования, интеллекта, или грамотности. Здесь говорится о proof of inspiration, то есть доказательством Бога вдохновенности. Только Бог может говорить в точности, что происходит наперед. Библия полна пророчеств, и она о пророчествах очень разные. Это пророчество о отдельных личностях, это пророчество о Израиле, масса пророчеств, пророчество о семьях, дом Гавида, или семья риховидов, да, а в дельных нациях, едому скажи, так Бог говорит о едоме, и тебе жительница Самарии, говорит Господь, да, или Ефипет, Бог говорит о странах, потом о городах, Кир, Сидон, Вавилон. Пророчества в библийске они разнообразные. Пророчества есть церкви, вот книга откровения пророчества там есть церкви, напишется к вам, и есть библийские мессианские пророчества, мессианские пророчества, которые говорятся о Христе, начиная с Ветия 19 и кончая в Рокам Аллахии, и здесь пророчество Христе, предвесительно их больше 300, кто-то прочитал 333, может даже больше, если взять образы, символы, законы и жертвы. Мы коснемся всего лишь несколько из них и очень быстро. Судно Тира в самых величайших деталях был предсказан Воспитом. Последователь Мерой империи это Судно Доносора, Судно в Иерусалиме, разрушение мессианских пророчеств, золотые ворота. Тир называется Красотцарство. Тир возвеличился из-за дружбы с Израилем. Тир был в союзе еще при Давиде с жителями Тира. в союзе были с Давидом, царь Иерарь, и потом Ливанские Кетры именно с Тира поставляли строительство храма. И Тир был всегда союзником Израиля, всегда, до определенного времени. когда Фоман говорит, что Тир поступил предательски, он заключил союз с Испотними, он предал Братский Завет. И Бог говорит, я буду судить Тир. Что сделали Тир? Когда Мам 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 Мадоносор взял Иерусалим, войной пришел на Израиль, на Юдею, то евреи убежали в Тир. И жители Тира продали всех евреев рабство. Из-за этого Бог сказал, что у меня будет суд на Тир. И Езекиев 26 глава в деталях описывается множество царств поднимется на тебя и разрушу, не оставлю тебя, весь город будет потоплен в море, никогда не восстановится, будет место для расстилания сетей. Интересно то, что исполнение этого пророчества было в двух этапах. Один исполнил половину пророчества было исполнение на Уханоносором, вторая половина была исполнена в Македонске. Вот Тир, он, старый Тир, это материковая часть, Old City of Time. Новый Тир был на острове, приблизительно один маил, меньше пол маила, пол маила было расстояние. И это очень скалистый остров, неприступная крепость. На Уханоносор взял этот город, и разрушил его. Но он неслон взять именно остров Тир. Получается, что старый город был разрушенный, а этот город очень неприятливо встретил Македонского. Евреи имели мудрость, Македонскому открыли дверь. Более того, они показали его пророчество Дамиила о нем же. А учители Тира поступили по-другому. Они всех казнили, всех послов Македонского казнили, сбросили со скалы. Македонский был очень такой свыршим человек, и он решил разрушить полностью Тир, и это ему не удавалось. Почему? Потому что Македонский был слабый флот, у него флот был очень незначительный, здесь надо штурмовать флот со стороны моря. На уходоносор осаждал Тир где-то 11 или 13 лет. 13 лет. Такой мощный был город. И он его взял. частично. Что взял Македонский? Он приказал построить бридж или такую дамбу. Вот этот вот бридж, вот этот бридж, а, где он, вот это? Это был построен Македонским, как он сделал? Мало того, что он вырубил все деревья, он взял все камни, все дома, все бревна старого города и насыпал их в море. Солдаты, вся его армия, Македонский. 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 Они сметали пыль, копали землю и бросали в это, чтобы построить такой проход по суше до крепостных стен этого кира. македонский. здесь абсолютно ничего не осталось. Здесь ничего не осталось. О, серий, тайм, ничего не осталось. Весь этот старый город Тир оказался под водой. Под водой. И там до сих пор определяют, выведут вас и покажут, что здесь. Вот там был старый Тир, он переместился сюда, он здесь под водой, уже македонский 300 лет до Христа. 300 лет до Христа. Это 2,5 тысячи лет к исполнению и прошеств. За 2500 лет Тир ни разу не отстраивался. Седон отстраивался. Седон есть. Сейчас Тир нет. Google Википире, посмотрите, все в деталях описывается, как сказал Бог через из-за Иго. И этот город был полностью разрушен и ничего не осталось даже от острова. Что сейчас есть там? Рыбаки расстилают сети. Это взятие Тира картины. Вавилон. Вавилон это как Вавилон краса земных царств, а Тир был краса морской таких владыкой морских городов. Вавилон это как Нью-Йорк Древнего мира. Понимаете, что сказать, что Нью-Йорк будет разрушен, и никто никуда туда на войне степь, ступит, никто там дома не построит, там жить не будут, все будет разрушено. Адерная война должна быть, да? Ну ядер бомба взорвется наверно. Тогда точно никуда не зайдет. То, что Бог сказал за Вавилон, это подобно и адерной войны. Бог сказал, что Вавилон никогда не восстановится. Вавилон самый величественный город древнего мира. Самый. Македонский не зря его сделал столицей своей империи. Вавилон, он умер Вавилон. Висящие сады, это деревне чудо Вавилона. Вавилон красотцарский будет исправежен, как садон Мегомора. Никогда не залез, не заселится. В роды родов не будет иметь жителей. Аравитянин не раскинешь отрасывов. Пастухи не будут отдыхать там. Будет обитать в нем звери пустыни, дома находятся фиринами, страусы поселить и косматри будут скакать там. Но многие задумываются такие косматри. Кто-то сказал, что это рок-концерт такой. Вот рок-группа косматри. Я не знаю. Косматри. Обезьяна. Обезьяна, скорее всего. Кто-то какие-то косматри, я не знаю. Но я слышал разные слова. Паскала. Любые. Сделал его владением движений, болотом, вынятой метлой истребительной. Не возьмите стиля ни камня. Вечно будет запустением. Вау. море устремилось как потоки народы. Погреть множеством. Сделало пустыню, землю сухую, степью. С землей, где не живет ни один человек, где не проходит человечество. Это Нью-Йорк древнего мира. Вот какой Триго. Свою лону. Сейчас это абсолютно пустыня. Причем просто ушли торговые пути. Просто медленно, медленно, медленно Вавилон пустел, 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 пустел. Продолжение следует...